На днях публиковали список технологических достижений России в 2020 году, и почти все пункты в нем вполне понятны и известны, но есть один пункт, о котором в СМИ почти ничего не говорили. Событие прошло тихо и незаметно. И все потому, что важность этого события, его уникальность и значимость мало кто понял из журналистов. А вот на Западе оценили. Конечно, в характерной для Запада манере. Речь идет о спуске на воду самоходной ледяной платформы Северный полюс. Что это вообще за судно и зачем оно нам нужно? В Советском Союзе с 1937 года, а на регулярной основе с 1950, а позже и в России для изучения Арктики создавались дрейфующие станции. Они все назывались Северный полюс, и каждый присваивался порядковый номер. Эти станции выполняли множество разных задач, в том числе и в интересах армии. За год проводится 600-650 измерений глубин океана, 3500-3900 метеонаблюдений за комплексом элементов погоды, 600-650 выпусков шаров-пилотов, несущих радиозонды, 1200-1300 измерений температуры и взятий проб морской воды на химический анализ. Производятся также магнитные, ионосферные, ледовые и другие наблюдения. Обычно станция существует несколько лет, с ежегодной сменой состава до тех пор, пока льдина, на которой организована станция, не выйдет в Гренландский пролив. Дрейфующая станция представляет собой небольшой поселок на льдине, где для полярников строится жилье и строение для размещения аппаратуры. Но вот только последняя дрейфующая станция России была создана целых 5 лет назад, в 2015 году, а регулярные круглогодичные станции не работают с 2013 года. Почему? Все просто. Из-за глобального потепления в Арктике стало все сложнее находить достаточно надежной для организации станции льдины. То, что работало аж с 1937 года, вдруг перестало работать. Но что же делать? Станции очень важны для России. Тем более, что сейчас взят курс на активное освоение Арктики. Выход был найден. Вместо льдины, впервые в мире, теперь будет использована специальное судно. Самодвижущаяся дрейфующая ледостойкая платформа. И назвали ее так же, как называли раньше дрейфующие станции, Северный полюс. Теперь все оборудование будет находиться на судне. А для полярников там созданы удобные и теплые каюты. При этом судно вполне может пришвартовываться к любой подходящей льдине. И использовать ее дрейф, а в случае ее разрушения можно найти другую льдину или продолжать дрейф в автономном режиме. На платформе есть все, что нужно для изучения Арктики. Ее автономность 2 года. На платформе размещены 20 лабораторий. Есть площадки для приема вертолетов класса Ми-8. А форма корпуса судна разработана специально для того, чтобы не вмерзать в лед. Теперь, после достройки судна, в следующем году наши полярники спустя 8 лет снова вернутся в Арктику. На Западе это событие тоже оценили, но по-своему. Конечно, активность России в Арктике очень не нравится западным странам. И строительство такой мощной, высокотехнологичной платформы, расширяющей возможности России, их очень расстраивает. Особо отличилось американское издание The Drive. Не найдя нормальных аргументов и объяснений, почему России не нужно изучать Арктику, они просто решили покритиковать внешний вид нашего судна. Цитирую. Новое российское арктическое исследовательское судно может стать самым уродливым кораблем из всех, что мы видели. Конец цитаты. Впрочем, наши ученые не обижаются, понимая, что есть политика, а есть наука. И приглашают своих зарубежных коллег изучать Арктику вместе с ними. Этот уникальный научный объект будет доступен для ученых всего мира. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт. Там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok